Подписчики моего канала и просто любители карт Таро, сегодня мы будем смотреть вызов мужчины, желательно его досмотреть до конца, чтобы случилось так, как вам хотелось бы, да, или что нам покажет расклад. Те страны, которые сейчас не могут оплатить консультацию, не переживайте, то есть есть карта, которая обслуживает 180 стран, то есть вы можете спокойно заказывать консультацию. Вот, я отправляю видео расклады в день оплаты, то есть до 12 часов по Москве все получают свои видео расклады в Телеграм, вот, и ваша задача только на своей карте установить такую функцию, которая называется способ быстрых платежей, тогда как бы ваши деньги доходят буквально там в течение 15 минут на мою карту, то есть нету проблем с переводами денег, да, то есть любой человек может заказать консультацию без вопросов. Вот, поэтому сегодня мы смотрим вызов мужчины до конца, для того, чтобы понять, что и как, чего ждать, чего не ждать. Ситуация очень многих вообще идентичная, да, то есть почему так многим подходит расклад, потому что мужчины как под копирку ведут себя одинаково, и, ну, практически, знаете, как будто смотрим на одного и того же мужчину практически всему миру. Итак, вызываем мужчину и смотрим, что здесь и как здесь. Смотрите, вы два сильнейших соперника, лидера, эгоиста, и он с вами полностью закрыл дорогу в плане войны. Ну, то есть он не хочет с вами ни соперничать, ни ссориться, ни конфликтовать. Он добрый, пушистый, он вам проиграл и капитулировал. Он понимает, что вы такая снежная королева, которая даст фору любому мужчине. Он, на самом деле, испытывает сумасшедшую страсть. Последние девять месяцев он только и делает, что получает от вас оплеухи, оскорбления, унижения, и все равно по дьяволу не может освободиться от этой зависимости. То есть его зависимость – это вы. Вот она, сумасшедшая любовь, бешеная привязка вот к такой вот стервозной женщине, которая, знаете, ему дает адреналин, желание обладать, желание завоевать, потому что чем труднее завоевывается женщина, тем она больше ценится. Он хочет вас для брака семьи. Здесь очень большая полтоническая любовь. Он готов с вами прожить всю жизнь. Но вы ему перекрыли все дороги к себе. То есть вы ему не даете ни одного шанса на данном этапе. Переживает, не спит ночами. Следит за вами в соцсетях. Вы для него... Ну, в общем, без вас, знаете, как без соли невкусная еда. Хочет встречи, на которой должно все проясниться. Потому что вы для него красотка. И у него сносит крышу из-за вас. Здесь может хорошо сработать приворот, да, я бы так сказала. Или же, знаете как, или просто человек подсел на какие-то эмоции. И он находится в тупиковой ситуации, потому что никак не разруливается. То есть он хочет отношения. Вы, может быть, тоже хотите. Но вы хотите действий. Действий нет. И вы его как мячик пинаете от себя. Он опьянен вами. Здесь вообще водоворот событий ведет к браку с семьей. Но это будет, как, знаете, какой-то там непредсказуемые какие-то истории, ситуации. То есть как дембельский аккорд. Под самый конец у вас будет происходить очень много ситуаций. Здесь очень много будет злости, агрессии от того, что ничего не получается. Что бесполезно стучится в ваши двери. Вы для него лекарство от всех бед. То есть вы для него все эмоции мира. Он попал в плен, работает над отношениями с утра до ночи. Как он считает, да. То есть он считает, что если он вам пишет писюльки 24 часа, то это работа над отношениями. Он здесь хочет брака семьи, детей. У вас постоянные конфликты, ссоры. Вы такая женщина магически привлекательная. Знаете, вот как все ведьмы, которые можно в глаза посмотреть и утонуть в этих глазах. То есть вот он вас такой воспринимает, да. Что он на вас залип, что вы такая холодная снежная королева. Что чихать вы на него хотите и не может он растопить ваше сердце. Чувствует он, что будут еще сильные препятствия и проблемы. То есть он уже понял, что вас голыми руками нельзя однозначно. Здесь будет много страстей, никуда он не уйдет. Это его такое наказание от вселенной, да. Как бы за всех обиженных женщин дали такую роковую красотку, как вы. Наблюдают он за вами. Вы для него звезда яркая, интересная, привлекательная такая. Боится он расставания. Выше силы ему дадут такой момент, знаете, что он поймет, что вся его игра, она ему по башке и стукнула. Вокруг него очень много сплетен и разговоров. Он сейчас себя чувствует не айс как хорошо. И все это замечают. Смотрите, вот все ваше общение привело к тому, что он осознал, что вы очень сильная женщина, и он у вас под каблуком, несмотря на разницу в возрасте. Все его бездействия привели к тому, что вы от него отвернулись, а он теперь не может освободиться. То есть теперь вы в его сторону бездействуете. Ему надо пройти трансформацию, которую он никак не проходит. Вот он сидит, страдает и тяжело ее проходит. Очень хитрый, обманывает, строит свои планы, умеет манипулировать. Смотрите, здесь такой момент. Он, конечно, очень сексуальный и привлекательный. Такой где-то и мягкий, и эротический. Для него был бы шикарным подарком заполучить вас в плане сексуального партнера. Но он понимает, что без дорогих подарков к вам не подъехать. Так, ему нужно будет делать определенный выбор по поводу того, или давать вам какие-то деньги. Как-то, знаете, урывать из собственного там бюджета. Ну, или сидеть в иллюзиях дальше со своей любовью, которая у него не проходит. Здесь, смотрите, несмотря на то, что он сильный, мощный, может обладать большими финансовыми возможностями, в душе маленький ребенок, не умеющий строить отношения, плохо учится. В тайне сумасшедший властный человек, который растопчет любого. Но с вами ничего не получилось. Есть предупреждение у него, что если он ничего не поменяет, то отношения ему перекроют высшие силы, и он останется у разбитого карета. Он понимает, что вы его судьба. Поэтому он бежлив, нежен, кроток, надежен, плетет свою паутину каждый день, хочет эти отношения возродить. Завидует мнимому сопернику, что кто-то с вами может быть. Брак для него сейчас представляет какую-то головную боль. Он молится о том, чтобы вы согласились стать его женой, чтобы вы приехали, чтобы вы встретились. Поэтому он вам написывает о каких-то деньгах. О каких-то деньгах написывает. А вы резко прекращаете общение, как только разговор идет о деньгах. И он понимает, знаете, что он может вас потерять, если самому что-то не сделать. Только он пока не понимает, что он должен делать. Безумно ревнует вас. Ему какие-то сны снятся про других мужчин. Боится потерять. Понимает, что вы судьба, что вы наказание, что вы зависимость. Как бы хочет встречи безумно. Хочет любви такой настоящей. Женщина-ведьма. Женщина-ведьма, которая видит его насквозь. Он за вами наблюдает. Смотрите. Понимает, что наполовину отношений он разрушил самостоятельно. И он хочет какой-то простоты. Он хочет вот как раньше восстановить все отношения. Есть у него сомнения, да, что вы согласитесь стать его женой. Потому что постоянные ссоры, конфликты. Но он ждет, надеется. Надеется на брак, семью, свадьбу. Он ругает себя ужасно. Хочет вашей вкусной целительской энергетики. Хочет все наладить по приезду, как вы появитесь. А здесь его ждет неприятный сюрприз. У вас появится другой партнер. И знаете почему? Потому что он вам не захочет как-то материально здесь помочь. Здесь у него какие-то сложности финансовые будут. Так, вы обидитесь и резко примете решение, что вы готовы выйти замуж за другого. Что вам нужен стабильный, сильный. И смотрите, и партнер начнет за вас резко бороться. Борьба будет такая яркая, неоднозначная. Его желание на вас жениться, да. Оно как бы приобретет вот эту сумасшедшую ревность и одержимость, я бы так сказала. Он испугается, что вас украдут. Украдут его удачу, солнышко его любовь украдут. Выбор будет для него сложный, трудный. Бездействовать не получится, как раньше. Сам себя будет ругать. Может, даже где-то проплинать будет себя, знаете, как бы. Но в результате он будет очень ярко проявляться. То есть для него сначала будет шок, потом страх, потом борьба. И потом только вам наблюдать, как бы, да, как здесь будет. Он воевать, как, знаете, как этот Тарадор с быком. То есть вот здесь вот будут такие какие-то события, очень яркие, насыщенные. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный и мы рассмотрим вашу ситуацию.